Все это способствует добродетели, служит истинным признаком воина Христова и уготовляет ему венец небесный. Я дам ему вечную награду за труд непродолжительный и бесконечную славу за приходящее унижение. Унижение. Неужели ты хочешь вдруг получить то, что другие едва получили после многих слез и продолжительных трудов? Ожидай Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Не теряй надежды, не отступай. Но душу и тело полагай за славу Божию. Я награжу тебя щедро и буду с тобой во всех твоих печалях. Глава 36. Против тщетных суждений человеческих. Сын мой, утверди сердце твое в Господе и не бойся суждений человеческих, когда совесть твоя свидетельствует тебе о твоем благочестии и неповинности. Для сердца смиренного и утвержденного более в Боге, нежели в самом себе, терпеть этим образом есть счастье, а не огорчение. Многие любят говорить много, и потому мало должно им верить. Впрочем, нельзя, чтобы все были нами довольны. Хотя Павел старался угодить всем в Господе и был всем во всем, но он мало заботился быть судимым на судилище человеческом. Он же все возможное делал для назидания и спасения других, но не мог избежать, чтобы его иногда не обвиняли и не презирали. Для этого-то он все возложил на Бога Всеведущего и против языка, говорящего непотребное, против тщетных и ложных помышлений, против разглашений. Он защищал себя единственным терпением и смирением. Иногда и отнага же он отвечал своим обвинителям, дабы молчание его для слабых не было соблазном. «Ты кто боящийся человека смертного? Он жив сегодня, а завтра его нет». «Бойся Бога, и ты не будешь бояться человека». Какое зло может тебя нанести человек словами или поношением? «Он более вредит самому себе, кто бы он ни был. Он не избегнет праведного суда Божия. Ты же имей всегда перед очами твоими Бога и не входи в ропотное состязание. Если ты, по-видимому, упадешь под бременем обид, и будешь посрамлен невинно, не огорчайся этим и не уменьшай нетерпеливостью цену венца твоего. «Напротив, возведи очи твои ко мне на небеса, ко мне, имущему власть, избавить тебя от всякого смущения, от всякой неправды, и воздать каждому по делам его». Глава 37. О чистом и совершенном самоотвержении для достижения сердечной свободы. «Сын мой, оставь себя и найдешь меня. Не избирай ничего, не желай никакой собственности, и ты всегда будешь в прибытке, ибо как скоро ты предашь мне себя и оставишь безвозвратно, так скоро и приложится тебе обилие моей благодати. Сколько раз, Господи, должен я предавать себя, и чем я должен себя оставить? Всегда, непрестанно, в великих вещах и в малых я не изъемлю ничего и желаю, чтобы ты был совершенно от всего обнажен. Каким образом ты можешь быть моим и я твоим, если не будешь празден от собственной твоей воли внутрь и вне? Чем скорее ты это сделаешь, тем для тебя лучше, и чем совершеннее и искреннее, тем будешь ты мне благоприятнее и тем более приобрящешь. Есть люди, которые предают себя мне, но с некоторым изъятием. Не полагая всего своего упования на Бога, они еще заботятся о себе своим предусмотрением. Другие сначала оставляют себя мне совершенно, но потом, при нашествии искушения, возвращаются к самим себе, и таким образом весьма мало успевают в добродетели. Эти не достигнут истинной свободы чистого сердца и благодати приятного со мной содружества, разве отвергнув себя совершенно, ежедневно принося мне самих себя в жертву. Без этого нет и никогда не будет усладительного со мной соединения. Многократно я тебе внушал, и теперь еще повторяю, оставь себя, предай себя, и ты будешь наслаждаться обильным внутренним спокойствием. Отдай все за все, не ищи, не возвращай к себе ничего, стой искренне и решительно во мне, и я буду твоим. Ты будешь иметь сердечную свободу, и тьма не объемляет тебя. Об этом пекись, всего проси, всего желай, чтобы быть тебе свободным от всякой собственности, чтобы в наготе последовать Иисусу обнаженному, умереть себе и жить вечно мне. Тогда исчезнут все тщетные воображения, непотребные помыслы, излишние заботы. Тогда отступит и неумеренный страх, и умрет всякая неправильная привязанность. Глава 38-я О благоповедении в делах внешних и о прибежище к Богу в опасностях. Ты должен, сын мой, непрестанно стремиться к тому, чтобы везде и во всех делах твоих и упражнениях быть внутренне свободным и обладать собою. Все должно быть тебе покорено, а ты ничему. Ты должен быть властелином и учредителем твоих деяний, а не раб и не наемник. Ты должен быть искупленный, истинный израильтянин, приходящий в достояние и свободу чад Божиих. Они стоят превыше всего настоящего и взирают на вечность. Они левым оком смотрят на приходящее, а правым на небеса. Они не увлекаются временными благами мира сего, но более обращают их к истинному их предназначению, Богом, учрежденному и установленному Верховным Творцом, который не оставил в создании своем ничего неустроенного. Если сверх этого во всех происшествиях жизни не будешь, ты останавливайся на внешностях. Если не будет, все тобой видимо и слышимо измерять одними интересными чувствами, но во всех обстоятельствах будешь ходить с Моисеем во святилище Сени, чтобы попросить Господа, ты получишь иногда божественный его ответ и возвратишься с познанием многих вещей, как в настоящем, так и в будущем. Моисей в предстоящих ему недоумениях и трудностях всегда прибегал к святилищу Сени, и молитва была всегда его помощью в бедах и несчастьях человеческих. Подобным образом и ты должен сходить в таинственную глубину твоего сердца и просить там с настоятельностью помощи Божией. Иисус, новинные изверетяне, были обмануты гаванитянами, потому что не вопросили Господа, и, положаясь на льстивые их слова, они прельщены были ложным состраданием. Глава тридцать девятая. О том, что не должно поступать в делах безвременно. Сын мой, всегда поручай мне твои дела, я устрою их в свое время. Ожидай, что угодно мне будет повелеть, и ты почувствуешь от того пользу. Господи, с радостью предаю тебе дела мои, ибо мало успеха в том, что я сам могу премыслить. О, если бы не прилиплялся я много к будущим происшествиям, но всегда готов был покоряться твоему благоизволению. Сын мой, часто человек много заботится о том, чего желает, но когда желаемое получит, то начинает судить иначе, ибо привязанности его непостоянны и увлекают его от одного предмета к другому. не маловажного, а отрицать самого себя даже и в вещах маловажных. Истинное преуспеяние человека есть отвержение самого себя. Кто достиг этого, тот совершенно свободен и безопасен. Но древний враг, борющийся со всеми добрыми, не перестает искушать его, и день и ночь ставит ему сети, чтобы уловить его при малейшей неосторожности. «Бодрствуйте и молитесь, — говорит Господь, — чтобы не впали в искушение, в напасть». Глава сороковая. О том, что человек сам по себе не имеет ничего доброго и ничем хвалиться не может. Господи, что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Чем он заслужил благодать твою? Какое право имею я роптать, когда ты меня оставляешь? Какое право имею жаловаться, когда ты желаний моих не исполняешь? Поистине я должен признавать и говорить, «Господи, я ничто, я ничего не могу, я ничего доброго сам по себе не имею. Напротив, во всем я бессилен и непрестанно стремлюсь к ничтожеству. Если ты меня не поддержишь внутренне и не наставишь, я падаю в хладность и расслабление». Ты же, Господи, ты всегда тот же и вовеки пребываешь, всегда благ, праведен и свят. Благо, праведно и свято, всеустрояющее и учреждающее в премудрости. А я всегда более преклонный к падению, нежели к совершенству. Я не могу быть всегда в одном положении, ибо семь времен переменяются надо мною. Со всем тем я скоро укреплюсь, когда тебе благоугодно, и когда простираешь ко мне, милующее твою десницу. Ты один можешь меня поддержать без всякой помощи человеческой. Ты один можешь утвердить меня так, чтобы боли не изменялось лицо мое, и чтобы сердце мое к тебе единому обращалось и в тебе обретало свой покой. Если бы умел я отвернуть все утешения человеческие или для приобретения благоговения, или по необходимости нудящее меня искать тебя, ибо нет человека утешающего, тогда мог бы я с основательностью надеяться всего от твоей благодати и приять с радостью дар нового утешения. Тебе, источнику всякого добра, благодарения, если в чем-либо я имею успех. Я же человек слабый и непостоянный, я ничто другое перед тобой, как счета и ничтожество. Чем могу я похвалиться или какое право я имею быть чтимым? Разве потому, что я ничтожен? Но это было бы верх суетности. Поистине, тщеславие есть опасная язва и величайшая суетность. Оно уклоняет нас от истинной славы, и совлекает небесной благодати. Ибо когда человек угоден самому себе, он не угоден тебе. И когда жаждет похвал человеческих, он лишается истинных добродетелей. Истинное слава и святое удовольствие есть хвалиться в тебе, а не в себе. Радоваться о имени твоем, а не о собственность своей добродетели. И ни в какой твари не находить усложнение, как только для тебя. Да будет превозносимо твое имя, а не мое. Да возвеличатся твои дела, а не мои. Да будет твое святое имя благословляемо, а мне... Да не коснется никакая хвала человеческая. Ты есть моя слава, вся радость сердца моего. Я буду славиться и веселиться во все дни тобою. Себе же не могу я похвалиться, как только немощами моими. Да ищет иудея славиться взаимно. Я буду искать славу от единого Бога исходящей. Ибо вся слава человеческая, все временные пофести, все величия мира в сравнении с твоей вечной славой суть, ничтожество и безумие. О истина моя и милосердие мое, Боже мой, пресвятая Троица, тебе единая да будет хвала, честь, могущество и слава в бесконечные веки веков. Глава 41. О презрении всех честей временных. Сын мой, не огорчайся, когда ты видишь других в почестях и возвышении, между тем, как ты остаешься в презрении и уничижении. Возвы сердце твое ко мне на небесах, и тогда не опечалить тебя презрение людей на земле. Господи, мы в ослеплении легко суетностью увлекаемся. Судя беспристрастно, я должен признать, что никто и никогда не причинил мне никакой несправедливости, и потому никакой не имею я причины к жалобам. И так как часто и тяжко согрешаю перед тобой, то правильно восстает на меня все творение. Поношения же и презрения должны быть моей участью. Тебе же хвала, честь и слава. Я не могу утвердиться во внутреннем мире, не могу быть просвещен духовно, не с тобой в полноте соединиться, если не решусь добровольно быть презираемым, оставленным от всех тварей и вменяемым в ничто. Глава 42. О том, что не должно полагать основание своего спокойствия в людях. Сын мой, если ты положь основание твоего спокойствия в привязанности к какому-либо лицу по вкусу твоему или по удовольствию сообщества, ты будешь в смущении и непостоянстве. Но если ты утвердишь покой твой на пребывающей, всегда живущей истине, ты не будешь печалиться ни о смерти, ни о разлойке с другом. На мне должна быть основана привязанность твоя к друзьям. Для меня единственно должен ты любить всех тех, кои кажутся тебе добродетельной и достойной особенной любви всем мире. Без меня нет дружества твердого и постоянного, нет союза любви чистой и истиной, когда я его не связую. Во всех привязанностях твоих к людям, к тебе, любезным, ты должен быть мертв даже до того, чтобы желать, поскольку то возможно, не иметь никакого человеческого сообщества. Чем более человек удаляется от утешений земных, тем более приближается к Богу. Он возвышается к Нему по мере того, как унижается в самом себе и теряет свою цену. Напротив, кто присвояет себе какое-либо добро, тот сам воспрещает себе вход в благодати, ибо благодать Святого Духа всегда ищет сердца смиренного. И если б ты умел уничтожить себя совершенно и упраздниться от всякой привязанности к тварям, тогда я должен был бы влиться в тебя с великой благодатью. Каждый раз, как обращаешь ты взор твой на тварь, отъемлется от тебя взор Творца. Научись побеждать себя во всем по любви к Создателю, и ты возможешь достигнуть к Божественному познанию. Сколько привязанность немаловажна, но если она неправильна, то оскверняет душу и умедляет путь к Верховному благу. Глава 43. Против ложных знаний века сего. «Сын мой, не попускай себе обольщаться изящностью и тонкостью извлечений человеческих, не в словесах Царства Божия, но в силе. Внимай словам моим, воспламеняющим сердца и просвещающим разум, словам, впиряющим умиление и утешение. Ни одного слова не читай с тем, чтобы казаться ученым или мудрым. Учись умерщвлять пороки, сие несравненно будет тебе полезнее, нежели решить многие трудные вопросы. Сколько ни читай, ни учись, всегда должно возвратиться к одному началу. Я даю человеку разумение, я и младенцам открываю познание несравненно яснейшее, нежели все, чему человек научить может. Кому я говорю, тот не умелит быть мудрым и много преуспеет в духе. Горе тем, которое старается научиться от людей разным предметам пытливости и мало заботиться о пути моего служения. Придет время, когда явится учитель всех учителей, Христос, Господь ангелов, и будет слушать урок каждого, то есть будет испытывать совесть всех. И в тот день зыщет Иерусалима со светильником и во свет приведет тайны тьмы и объявит советы сердечные. Тогда умолкнут языки. Я возвышаю ум смиренно во мгновение до того, что он более проникает сокрушенности, сокровенности вечной истины, нежели сколько может их узнать в десять лет упражнения в училищах. Я наставляю без шума слов, без смешения мнений, без напыщения чести, без состязаний. Я научаю презирать вещи земные, скучать настоящими, искать вечных и вечные умствовать, убегать чести, сносить соблазны, положать всю надежду на меня, ничего не желать, кроме меня, и любить меня пламенно превыше всего. Любя меня от всего сердца, некто научился вещам божественным и говорить чудесное. Он был и успел отрешить всего, нежели изучив все тонкости. Но одним возвещаю я вещи обыкновенные, другим чрезвычайные. Некоторым являюсь сладостно под знамениями и изображениями, другим же в сильном свете открываю таинство. «Книги всем говорят одно, но не все из них равно научаются. Ибо я внутри научаю истине, испытуя сердца, разумея помышления, движу деяния, разделяю каждому свое по достоинству». Глава 44 о том, что не должно озабочивать себя вещами внешними. «Сын мой, во многом тебе должно быть незнающим и признавать себя как бы умершим на земле, считая мир тебе распявшимся. Многое тебе должно приходить без внимания и более помышлять о твоем внутреннем успокоении. Лучше отвращать взор свои от вещей неприятных и каждому оставить свое мнение, нежели оскорблять других состязанием. Если ты будешь твердо стоять с Богом и иметь суть Его перед очами, то легче перенесешь унижение». Господи, до чего мы дошли? Мы плачем о потере временной, трудимся и заботимся о маловажном приобретении, а урон духовный забывается. Едва ли когда, да и то поздно воспоминается. Мы внимательны к вещам бесполезным или маловажным и проходим без примечания то, что наиболее для нас нужно. Человек весь рассеивается во внешностях и с удовольствием в них остается, если не ускорит раскаяться. Глава 45 о том, что не должно всем верить, и сколь удобно падение в словах. «Господи, в день скорби моей поспеши ко мне на помощь, ибо суетно спасение человеческое. Сколь часто не находил я верности там, где найти думал, сколько раз напротив находил ее там, где не ожидал. Суетно и с надеждой на людей, спасение же праведных в Тебе, Боже. Будь благословен, Господи Божий мой, во всем, что с нами случается. Мы слабы и непостоянны, легко обманываемся и изменяемся. Кто может блюсти себя во всех обстоятельствах жизни столь осмотрительно и благоразумно, чтобы никогда не пасть в обман или недоумение? Но кто на Тебя полагает свое упование и простым сердцем Тебя ищет, тот не падает столь удобно. А если и падет какое-либо прискорбие или смущение, ты скоро его избавишь или утешишь, ибо ты не оставляешь до конца уповающих на Тебя. Трудно найти друга верного и неприменяемого во всех несчастьях. Ты, Господи, Ты один всегда и во всем верен, и кроме Тебя нет другого. О, сколь много имела истинной мудрости эта святая душа, которая сказала, мысль моя утверждена и во Христе основана. Если бы и я был так же расположен, не поколебалось бы меня, не поколебал бы меня столь удобно страх человеческий, и стрелы слов не подвигли бы меня. Кто может все предвидеть и оградить себя от всех зол грядущих? Если бедствия предвиденные часто уязвляют нас, то, сколь сильнее, пронзают непредвиденные. Но для чего не был я, бедный, осторожнее? Для чего был так легковерен? Но мы все люди, и ничто другое, как люди слабые, хотя другие почитают и называют нас ангелами. Кому мне верить, Господи? Кому, как не Тебе? Ты истина, в Тебе нет лжи и быть не может. Напротив, всякий человек ложь, всякий человек есть слаб, непостоянен и подвержен изменения, особенно в словах, так что спустя мало времени едва можно верить тому, что прямо в лицо было утверждаемо. Сколь мудро предувещал Ты нас, чтобы мы остерегались людей, что враги человеку домашнее его, и чтобы не верить, когда будут говорить нам вот здесь или там. Я познал это собственным моим опытом. Да садил этот опыт меня осторожнее, и да не вернусь я снова в заблуждение. Будь скромен, сказал мне некто, будь скромен и храни в тайне слова мои, и между тем, как я молчу и считаю тайну его сокровенную, он сам не может молчать, и вскоре изменив, и мне и себе уходит. Огради меня, Господи, от этих басен и от нескромных людей, да не впаду в руки их и не буду им подобен. Вложи в уста мои слова истинной верности, язык льстивый удали от меня. Чего не хочу терпеть, того всемерно должен остерегаться. О, сколь благо им нужно для спокойствия молчать о других, не быть легковерным и не разглашать. Открываться немногим и искать всегда тебя, сердцевеца. Не приноситься всяким ветром слов, но желать, чтобы все и внутрь, и вне нас совершалось по святой Твоей воле. Сколь безопасно для сохранения небесной благодати убегать всегда блистательно в очах людей, не гоняйся за тем, что может возбудить удивление извне, а искать напротив того, что производит исправление жизни и ревность к благочестию. Сколь многим повредило то, что добродетели их преждевременно были познаны и восхвалены. Сколь многим, напротив, было полезно, что благодать их всей бренной жизни покрыта была молчанием, в жизни, которая справедливо названа беспрерывной войною и искушением. Глава 46 О уповании на Бога в напастях злоречия «При буди непоколебим, сын мой, и надейся на меня!» Что суть слова, как не слова? Они летают по воздуху, но не вредят камню. Если ты виновен, то помыслишь, что ты с удовольствием желал бы исправиться. Если же совесть твоя не укоряет, то вмени себе за счастье терпеть ради Бога. Сносить иногда слова есть довольно легкое наказание для тебя, которое тягчайших снести еще не можешь. И для чего вещи столь маловажные проникают в твое сердце? Для чего? Для того, что ты еще весь плотян и более нежели должен занят угождением людям. Ты не терпишь укоризны в твоих проступков, и ищешь тени извинений потому, что боишься быть презираемым. Но испытай себя вернее, и ты познаешь, что мир и тщетное желание человека угодия живут в тебе. Ибо когда ты боишься быть уничиженным и посрамленным за твои недостатки, то ясно, что ты не имеешь истинного смирения, что не совсем умер миру, и мир тебе еще не распят. Но внимай слову моему, и ты не будешь заботиться о десяти тысячах слов человеческих. Смотри, если бы о тебе сказали все то, что можно вымыслить злобного, какой тебе от того вред, когда ты не будешь внимать всему и считать за ничто? Лишит ли это тебя даже одного волоса? Но кто не хранит сердце своего внутри и не имеет Бога перед очами, тот легко колеблется словом хульным. Напротив, тот, кто на меня полагает свое упование и не утверждается на собственном своем суждении, тот ничего не боится от людей. Ибо я сужу и знаю все сокровенное. Я знаю истину всех происшествий, знаю обидимого и обидевшего. От меня произошло слово это. Я попустил, чтобы это случилось, да откроется помышление многих. Я рассужду в свое время между виновным и невинным. Но прежде, по сокровенным судьбам моим, я вас хотел испытать того и другого. Свидетельство людей часто бывает ложно. Мой суд есть праведен, он встанет и не падет. Обыкновенно он бывает сокровенный, немногим известен в подробности, но он не есть и никогда не может быть подвержен заблуждению, хотя и кажется, неправеден в очах людей бессмысленных. Итак, во всех суждениях должно прибегать ко мне и не полагать на собственный свой рассудок. Правильно не смутиться, чтобы ему не случилось от Бога, и немного озаботиться, если несправедливо его осудят. Но, с другой стороны, не превознесется он тщетною радость, если справедливо его оправдают. Ибо он знает, что я испытываю сердца и утроба, и сужу без лицеприятия, не по внешностям человеческим. Что людям кажется похвально, передо мною часто есть виновна. Господи Боже, судья праведный, крепкий и долготерпеливый, ведущий бренность и злобу человеков, будь моей силой и моим упованием, ибо свидетельства совести моей недостаточно. Ты знаешь, чего я не знаю, и для того я должен смиряться в укоризнах и скротости их переносить. Прости мне, милосердная, когда не поступаю по этому правилу, и даруй мне снова благодать большего терпения. Лучше мне в твоем обильном милосердии искать прощения, нежели мнимую правотою защищать совесть от меня самого сокрытую. Хотя ничего о себе не знаю, но тем не оправдываюсь, ибо без милосердия твоего не оправдается перед тобой всяк живущий. Глава 47 о том, что должно сносить все напасти для вечной жизни. Сын мой, будь непоколебим в трудах для меня предприятых, и не теряй бодрости в огорчениях, укрепляй себя во всех происшествиях моими обетами. Я могу воздать тебе за все свыше меры и пределов. Недолго тебе здесь потрудиться и не всегда жить в болезнях. Подожди немного, и увидишь скорый конец бедствиям. Придет час, когда пристанет весь труд и смущение. Все кратко и маловажно, что проходит со временем. Продолжай со старанием, работай с верностью в моем винограднике. Я сам буду твоею наградою. Пиши, читай, пой, воздыхай, молчи, молись, сноси мужести на противности. Жизнь вечная стоит всех этих и больших сражений. Мир придет к тебе в день, назначенный Господом, и этот день не будет уже ни днем, ни ночью настоящего времени, но будет свет непристающий, ясность бесконечная, мир твердый и успокоение надежное. Не будешь тогда взывать, кто меня избавит от тела смерти этого. Не будешь со стоном говорить, увы, мне, как о пришествии мое продолжилось, ибо смерть не спровергнется, спасение будет неизменяемое. Никакой заботы, настанут радость и блаженство, сладостное и знаменитое сообщество. О, ежели бы ты видел венцы, которыми святые в небесах непрестанно украшаются, и какой славой превознесены тем, те самые там, которые некогда в мире были презренны и почти самой жизни считались недостойными. Ты поистине смирился бы до земли и лучше восхотел бы быть ниже всех, нежели выше одного. Ты возжелал бы лучше страдать для Бога, нежели наслаждаться радостными днями этой жизни. Ты признал бы тогда величайшим приобретением быть между людьми, вменяемому в ничто. О, если бы ты почувствовал эти истины, если бы проникли они в глубину твоего сердца, как дерзнул бы ты тогда, хотя единожды возроптать? Не должно ли для вечной жизни сносить все трудное? Немалость потерять или приобреть царствие Божие? Возведи же очи твои на небеса! Вот я и все святые мои со мною, те, которые в семь веке великую имели брань, ныне в радости, в утешении, в безопасности упокаяются, и так без конца со мною в царстве отца моего пребудут. Глава сорок восьмая О дне вечности и бедствиях этой жизни О, блаженное обиталище Верховного Града! О, пресветлый день вечности! День, которого ночь не помрачает, но совершенная истина непрестанно освещает! День всегда радостный, всегда безмятежный, никогда не изменяемый! О, когда бы день сей уже настал, когда бы все временное уже скончилось! Сияет уже этот день святым во всем его беспрерывном свете, но странника на земле он виден только издали и как бы в зеркале. Знает, граждане небесные, сколь он и день радостен, стенают напротив изгнанные чада Евы чувства, сколь дни сего века горестны и скорбны. В дни сего века малые и злые, исполнены болезни и тесноты. В них человек оскверняется множеством грехов, улавляется многими страстями, стесняется многими страхами, раздирается многими заботами, развлекается пытливостью, связуется многими суетами, окружается многими заблуждениями, согбен под бременем трудов, отягощается искушениями, истоевается от наслаждения и мучается бедностью. О, когда конец стольких зол, когда освобожусь от жестокого рабства пороков, когда, Господи, буду помнить Тебя единственно, когда совершенно возвеселюсь я в Тебе, когда буду без всяких препятствий в истинной свободе изъят от всех горестей душевных и телесных. Когда настанет мир твердый, мир незыблемый, мир внутри и вне, мир от всех сторон ненарушимый, все благи Иисусе, когда я влюсе, дабы зреть Тебя, когда буду созерцать славу царствия Твоего, когда Ты будешь мне все во всем. О, когда буду с Тобою во царстве Твоем уготованном, любящим Тебя от вечности. Я оставлен, бедный изгнанник в земле неприязненной, где брань ежедневная и величайшее бедствие. Утешь мое изгнание, умерь болезнь мою, ибо к Тебе все желание и воздыхание мое. Тяжко мне все, что мир представляет в утешении. Я зажду наслаждаться внутренне Тобою, но не могу этого достигнуть. Желаю прилепиться к небесному, но вещи земные и страсти неумерщленные подавляют меня долу. Хочу стать мыслью выше всего, но плотью моею против воли не извергаюсь ниже всего. И таким образом, паря духом вверх, и увлекаем я плотью и долу, несчастный, воюясь с собой, и не сностен стал самому себе. О, сколь стражду я внутренне, когда среди размышлений небесных, среди молитвы устремляется на меня толпище плотских помышлений. Боже мой, не удаляйся от меня и не отвратись от раба твоего во гневе твоем. Блесни молнии твои и разгони их. Пусти стрелы твои, да рассыплются все эти мечтания вражии. Собери к себе чувства мои, сгладь из памяти моей все мирское. Дай силу не изложить и с презрением отвернуть призраки пороков. Вечная истина, помоги мне, да не подвигнусь я никакой суетою. Приди, небесное чувство сладости, и добежит от лица твоего всякая нечистота. Прости и остас мне по милосердию твоему, когда я в молитве моей не о тебе едином помышляю. Исповедуюсь поистине, что я обыкновенно предан развлечению. Часто и не там бываю, где тело мое находится, но там, куда уносят помышления. Я там, где мои мысли, а мысли там, где предмет любви. Для сего-то праведно сказала истина. Идея же сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Если я люблю небо, то с удовольствием помышляю о вещах небесных. Если люблю мир и разделяю с ним радости его и скорби. Если люблю я плоть, я часто занимаюсь плотью. Если я люблю дух, то и помышляю о духовном суслаждением. Вообще я говорю и слушаю с удовольствием о предметах, мне приятных, и образ их ношу впечатленным в душе моей. Но блажен, кто по любви к тебе, Господи, отпустит от себя все сотворенное, кто борется с природою и ревностью и духа распинает похоть и плоти, дабы в тишине доброй совести приносить тебе молитву чистую и, отделяясь внутренно и наружно от всего земного, быть причисленному в лике ангелов. Глава 49. О желании вечной жизни и о наградах, обитованных подвизающимся. Сын мой, когда ты чувствуешь в себе желание вечного блаженства, свыше в тебя изливаемое, и когда ищешь изытие сене телесное, чтобы созерцать немерцающий мой свет, отверзи сердце твое и сие святое вдохновение прийми со всем усердием. Воздай величайшее благодарение верховной благости, что удостаивает тебя этой милости, что посещает тебя со столькой кротостью, что возбуждает тебя столь ревностно, что подъемлет тебя столь видимой силою, дабы собственной тяжести не пал ты долу. Сие мысли не суть плод собственных твоих размышлений и усилий, но дар небесной благодати и Божьего к тебе презрения, дабы преуспевал ты в добродетели и смирении, был бодр в предстоящих тебе сражениях и старался бы прилепляться ко мне от всего сердца и служить мне всею твоей волею. Сын мой, часто огонь горит, но пламень не восходит без дыму. Так некоторые горят желанием вещей небесных, не быв однако же изъяты от искушений плодских вожделений. И потому, и спрашивая от Бога благ небесных, они ни единую славу его в виду имеют. Таково часто бывает и твое желание, сколько бы, впрочем, не представлял ты мне его неотступным. Не есть чисто и совершенно, что имеет примесь собственной пользы. Проси не того, что тебе усладительно и полезно, но того, что мне приятно и славе моей свойственно. Ибо судя здраво, ты должен всем твоим желаниям и всему, чего желать можно, предпочитать мое установление и ему следовать. Мне известны твои желания, и частое воздыхание твои я внемлю. Ты желал бы уже быть в свободе и славы чад Божьих. Ты уже мыслишь восхищением о вечных сенях и небесном радостном Отечестве. Но не пришел еще назначенный к тому час. Тебе должно еще проводить другое время, время войны, время труда и испытания. Ты жаль, если насладиться верховным добром, но не можешь еще его получить. Я есть, подожди меня, говорит Господь, доколе Царствие Божие придет. Тебя должно еще испытать на земле и многому научить упражнениям. Тебе дано будет иногда утешение, но обильного насыщения не получишь. Крепись же и бойся, как в действии, так и в терпении противностей. Тебе должно облечься в нового человека, и перемениться в другого мужа. Часто должно делать то, чего не хочешь, и оставлять, чего желаешь. Другие будут иметь успех в их желаниях, а ты иметь его не будешь. Другие будут слушать, а твои слова вменять в ничто. Другие будут просить и получать, а ты будешь просить и не получишь. Другие будут велики в устах человеческих, а о тебе будут молчать. Другим поручат разные должности, а тебя сочтут неспособным ни к чему. Прискорбно это будет иногда твоему естеству, и много будет, если все это перенесешь ты в молчание. Таким-то и сему подобным образом Господь испытывает своих. Могут ли и сколько могут отвергаться себя и переломлять себя во всем? Ни в чем почти не может быть нужнее умирать самому себе, как в том, чтобы видеть и терпеть вещи, случающиеся против твоей воли, а особо, когда велят тебе делать что-либо несвойственное и по мнению твоему бесполезное. И поскольку, быв под властью, не смеешь ты противиться высшему велению, то и кажется тебе тем тягостнее действовать по мановению других и во всем отрицаться от своего собственного чувства. Но, сын мой, взирай на следствие этих трудов, на близкий их конец, на бесконечные награды, и ты найдешь в них не бремя, но сильное побуждение терпеливости. Пожертвовав на одну минуту твоею волею, здесь ты получишь всегдашнее удовлетворение на небесах. Там найдешь ты все, чего желаешь, чего пожелать можешь. Там будешь ты обладать всеми благами, не боясь их потери. Там воля твоя, будучи всегда в соединении со мной, не пожелает ничего внешнего или личного. Там никто тебе не воспротивится, никто не возропшит, никто не будет в тягость, ничто не будет препятствием. Но все предметы твоих желаний представятся тебе вдруг и нераздельно, и преисполнят всю вместительность твоего сердца. Там я воздам за укоризну славою, за поношение хвалою, за уничижение престолом в вечном моем царстве. Там соберешь ты плоды повиновения, получишь награду покаяния и венец смиренной покорности. Итак, смиряйся ныне перед всеми и не спрашивай, кто тебе повелел или сказал. Но все, что выше или равное, или низшее от тебя требует, или только пожелает, все приемли за благо и старайся исполнять с искренним усердием. Пусть один ищет того, другой другого, пусть тот славу свою полагает в этом, а другой в ином, и пусть они тысячу раз, тысячу-тысячу раз превозносятся похвалами. Ты не радуйся ни о том, ни о другом, но поставляешь все удовольствие в презрении самого себя, в благоугождении мне единому и в моей славе. Ты должен единого желать, да если в жизни или в смерти Бог всегда в тебе прославляется. Глава 50. Каким образом в печали должно предаваться в руки Божии? Господи Божий, Отче Святый, будь благословен ныне и вовеки, совершилось, как Ты восхотел, и все, что Ты творишь, благо есть. Да радуется раб Твой в Тебе, а не в самом себе, ибо Ты един, есть радость истинная. Ты моя надежда и мой венец, Ты мое удовольствие и слава. Что имеет раб Твой, кроме того, что Ты ему даровал и даровал, недостойному все Твое, и то, что Ты даруешь, и то, что устрояешь. Я же нищ и убог, в трудах от юности моей, душа моя часто сетует до слез, часто смущается, видя страдания ей предстоящие. Я желаю радости мира и спрашиваю от Тебя, мира, чад Твоих, питаемых во свете Твоих утешений. Когда мир сей придет, когда излиешь Твою святую радость, тогда душа моя взыграет и воспоет хвалы Твоя. Но когда Ты от раба Твоего удалишься, как то часто бывает со мной, он не в силах будет ходить по стопам заповедей Твоих. Он падет перед Тобой на колено и, бияв, грудь сокрушится, видя себя ныне совсем иным, нежели был вчера, когда свет Твой блистал над Его головой, и он сокрыт был под кровом крыл Твоих от напастей. Отче праведный и всегда достохвальный, настало время испытания рабу Твоему. Отче вселюбезный, праведно есть, да сын Твой ныне постраждет несколько для Тебя. Отче вечно поклоняемый, час с Тобою от века предведомый настал, когда сын Твой должен пасть по внешности на краткое время, не переставая, однако же, жить внутренно у Тебя. Он должен терпеть краткое время презрения, уничижения, изнеможения перед людьми, сотрения от страданий и скорби, но все это для того, дабы восстать с Тобой на заре нового дня и просиять на небесах. Отче святый, Ты так определил, так восхотел, и веление Твое совершилось. Страдать и сокрушаться в этой жизни по любви к Тебе, сколько бы часто и через кого бы то ни было, есть милость, оказываемая другу Твоему. Ничто не может быть на земле без совета и проведения Твоего, и без причины. Благо мне, Господи, что Ты смирил меня, да научусь оправданиям Твоим и да изверну всякую гордость сердечную и надмение. Благо мне, что лицо мое исполнилось поругание, да научусь искать в Тебе, а не в людях утешение. От всего та же научился я страшиться непроницаемых Твоих судеб, коими праведные наказуются вместе с нечестивым, но не без правды и суда. Хвалу Тебе воздаю, что не пощадил моих преступлений, но стер меня ранами, поражая меня болезнями и насылая скорби извне и внутрь. Никто из живущих на земле не может меня утешить, кроме Тебя. Господи, Боже мой, небесный врач душ, поражающий и врачующий, не заводящий до ада и оттуда избавляющий. Наказание Твое на мне и жезл Твой наставит меня. Вот я в деснице Твоей, отче вселюбезный, преклоняюсь под жезлом Твоего исправления. Рази меня по плечам и по шее, и добудется, как бенно по воле Твоей стропотная воля моя. Садилай меня по обычаю Твоему, учеником благочестивым и смиренным. Дохожу по первому мановению Твоему. Я предаю себя, и все, что мне принадлежит Твоему исправлению, лучше быть здесь наказанным, нежели в будущем мире. Ты ведешь все вообще и в подробности, и ничто не сокрыто от Тебя в совести человека. Ты ведешь будущее прежде, нежели оно придет, и не нужны Тебе извещения о том, что происходит на земле. Ты знаешь, что для преуспеяния моего полезно и сколь много напастей способствует к ощущению от порока. Поступай со Мною по Твоему благоизволению и не предри греховной в мою жизнь, никому лучше и с ней неизвестный, как Тебе единому. Дай мне, Господи, знать то, что знать нужно. Любить то, что должно, хвалить, что Тебе благоугодно, уважать, что Тебе драгоценно, и охуждать, что в очах Твоих омерзительно. Не попусти, чтобы судил я о вещах по внешнему очей видения или полагал мнения по слухам людей несведущих, но чтоб судом истинным различал я вещи видимые и духовные, более всего изыскивал бы, что Тебе благоугодно. Чувства человеческие часто обманываются в суждении. Так обманываются и любимцы этого века, любя одни видимые блага. Чем человек от того лучше, что другой такой же человек считает его большим? Лживого, лживого, тщеславного, тщеславного, слепой, слепого, недужного-недужного обманывают, когда друг друга превозносят и более посрамляют на самом деле, когда тщетно похваляют. Ибо каждый есть то, что он есть в очах Твоих, а не более, говорит смиренный Франциск. Глава 51. О том, что должно упражняться в делах смиренных, когда нет сил к упражнению высших. Сын мой, ты не можешь всегда пребывать в ревностном побуждении к добродетели и держаться на высшей степени созерцания. По первоначальному Твоему повреждению тебе необходимо иногда нисходить к низшим упражнениям и по неволе и с прискорбием нести бремя этой телесной жизни. Да коли ты пребудешь в теле этом смертном, да то ли будешь чувствовать скуку и тяжесть сердечную. Должно по необходимости в плоти часто стянать под бременем плоти, потому что не можешь непрестанно обращаться как в упражнениях духовных и в божественном созерцании. В этом положении тебе полезно прибегать ко внешним упражнениям смирения и искать отраду в совершении добрых дел, ожидать с твердым упованием моего пришествия и высшего посещения, сносить с терпением изгнание Твое и сухость мысли, да коли я снова не посещу Тебя и не избавлю от всех недоумений. Я соделаю, что ты забудешь труды и насладишься внутренним спокойствием. Я отверзу перед Тобой святущее поле Писаний, дабы сердцем расширенным совершал ты путь моих велений. И ты скажешь, недостойны суть страдания века сего славы, имущей нам явися. Глава 52 о том, что никто не должен считать себя достойным утешения, но более наказания. Господи, я не достоин Твоих утешений и духовных Твоих посещений, и потому правильно поступаешь Ты со мной, оставляя меня в нищете и безутешности. Если бы мог я пролить море слез, и тогда не был бы еще достоин Твоих отрад. Оскорбляя Тебя столь кратно и греша столь многообразно, я заслужил только бич и наказание. Итак, в истинной мере справедливости не достоин я Твоих утешений, но Ты, Боже, щедрот и милосердие, не хочешь погибели Твоего создания, но изливаешь богатство Твоей благости в сосуды милосердия. Ты удостаиваешь утешать раба Твоего сверх всяких его заслуг и превыше человеческой меры, ибо утешение Твои не суть, как беседы человеческие. Чем заслужил я, Господи, иметь участие в всех небесных утешениях? Не помню, чтобы я сделал какое-либо добро, но знаю, что я всегда имел наклонность к пороку и леность к исправлению. Это истина, и отрицать этого я не могу. Если бы я сказал иначе, Ты восстал бы против меня и не было бы защищающего, грехами моими что заслужил я, как только преисподний и вечный огонь? Я признаю совершенно, что достоин всякого посправления и презрения, и непристойно мне считаться в числе людей благоговейных. И хотя горько мне это слышать, но став за истину против самого себя, обличу грехи мои, дабы тем удобнее преклонить Твое милосердие. Виновный и покрытый весь срамом, что скажу? Уста мои не могут произнести, как только это согрешил, Господи, согрешил, помилуй меня, прости меня. А сладь мало, да омою слезами болезнь мою прежде даже отойду. Откуда я не возвращусь в землю темную и мрачную, в землю тьмы вечной, где нет света? Чего наиболее взыскуешь ты от обвиненного и бедного грешника, как только досокрушиться и смириться за свои прегрешения? В сотрении и уничижении сердца рождается надежда прощения, примиряется смущенная совесть, возвращается потерянная благодать, ограждается человек от гнева на него грядущего, и в лапзании взаимной встретаются Бог и кающаяся душа. Смиренное сотрение сердца грешников есть жертва тебе, Господи, приятная, благухание духовное перед тобой и курение химиама благоугоднейшее. Это есть благовонная мира по изволению твоему, на священные твои ноги изливаемые, ибо сердце чистое и смиренное, ты не уничижаешь. Здесь-то прибежище от лица злобы неприятельской, этим-то омывается, ощущается все извне извлеченное и скверное. Глава 53 о том, что благодать Божия несовместно с привязанностью к земному. Сын мой, драгоценна есть благодать моя, она не терпит смешения вещей посторонних и утешений земных. Должно оставить все ей препятствующее, если хочешь восприять ей излияние. Ищи место уединенного, старайся жить один с собою, не требуй ничьей беседы, но проливай к Богу теплую молитву, засохранит он в тебе дух сокрушения и чистоту совести. Вменяй в ничто весь мир, предпочитай всем внешним попечением упражнения в Боге, ибо не можешь вместе заниматься мною и восслаждаться в вещах приходящих. Должно удалиться от знакомых твоих и друзей и упразднить душу твою от всякой временной и утехи. Так апостол Петр настоятельно убеждает верующих во Христа признавать себя странниками и пришельцами здесь на земле. С каким упованием тот встретит последний свой час, кто здесь ни к чему не прилеплен? Но болезнующий ум не понимает еще, как сердце может быть отрешено от всего, и человек душевно не знает свободы человека внутреннего. Должно однако ему непременно отречься от дальних и ближних и никто более никого не остерегать как самого себя, если хочет быть истинно духовным. Когда ты одержишь совершенную победу над собой, тогда все прочее легко уже превозможишь. Торжество над самим собой есть победа совершенная. Кто покорит самого себя так, чтобы чувственность его во всем была повинна разуму, а разум мне, тот есть истинно победитель самого себя и властелин всего мира. Если ты хочешь зайти на эту высоту, тебе должно приняться с твердости и ударить секирой в самый корень, дабы истребить и исторнуть сию тайную и неправильную привязанность к самому себе и ко всем благам частным и чувственным. от всего порока, от всей неправильной любви к самому себе произрастает в человеке почти все то, что должно истребить с корнем. И если он предуспеет истребить и исторнуть это зло, он в то же время начнет наслаждаться обильным миром и спокойствием. Но так как немногие стараются умереть совершенно самим себе и не возникают вне себя, то и остаются сагбенными и не могут вознестись в духе превыше себя. Кто же хочет ходить со мной в свободе и должен непременно умертвить все свои худые и неправильные склонности и не прилипляться со страстью ни к какой твари особенно. Глава 54 о различии в движениях природы и благодати. Сын мой, примечай со вниманием движения природы и благодати, они весьма между собой противоположны, но различие столь тонко, что одни только люди внутренние духовные и свыше просвещенные понять ее могут. Все вообще желают добра и предполагают его в словах своих и деяниях, посему-то под видом добра многие обманываются. Природа хитра, она привлекает к себе многих, уловляет их в своей свете, ввергает в заблуждение и всегда для себя одной действует. Благодать напротив ходит в простоте, удаляется самой тени зла, не имеет притязания обольщать и действует единственно для Бога, поставляя в нем последний конец своего успокоения. Прискорбна природе умерщвления. Она не хочет быть стеснением, ни под властью, ни в подчинении, ни в добровольной покорности. Благодать напротив упражняется в умерщвлении, противится чувственности, ищет подчиненности, желает быть побежденной и не имеет собственной своей свободы. Она любит быть под властью и не желает никем властвовать. Любит жить, стоять и пребывать в зависимости от Бога и со смирением, покорить себя Господу ради всякому человеческому устроению. Природа действует для собственных своих выгод и рассчитывает, какую прибыль могут ей принести другие. Благодать напротив испытует не то, что ей прибыльно и полезно, но то, что может служить в пользу другим. Природа любит честь и почтение. Благодать относит с верностью к Богу всю честь и славу. Природа боится смущения и презрения. Благодать радуется за имя Иисуса терпеть поношение. Природа любит праздность и покой телесный. Благодать не терпит праздности и приемный труд с радостью. Природа ищет изящного и редкого и отвращается грубого и низкого. Благодать находит удовольствие в вещах простых и презрительных, не отметает, что кажется грубым и не отрицает обликаться самую ветхую одеждой. природа любостяжательно, любит и любит любит собственность и личность. Благодать напротив, благодетельно и общительно избегает собственности, довольствуется малым и считает лучшим давать, нежели принимать. природа наклоняет к тварям, к своей плоти, к суетам, к расчению, но благодать влечет к Богу, к добродетели, отрекается от тварей, убегает мира, ненавидит похоть и плоти, отсекает рассеянные прогулки и стыдится являться в мирских сообществах. Природа радуется во внешних утешениях, увлекается чувствами, но благодать ищет утешение в едином Боге и превыше всего видимого полагает наслаждение свое в верховном благе. Природа все делает для своей корысти и собственной пользы, и ничего бесплатно. За благодеяние свое она ищет возмездия или равного, или большего, или хвалы, или благоприятства. Она желает, чтобы деяния и дары ее были сколь можно более уважены. Благодать напротив не ищет ничего временного. Она не требует другой награды, кроме единого Бога. Из благ временных самых необходимых она желает только того, что может ей послужить к приобретению благ вечных. Природа находит удовольствие в том, чтобы иметь много друзей и близних. Она счиславится знаменитым родом и чином. Угождает сильным, ласкательствует богатым, хвалит себе подобных. Благодать любит и врагов, не превозносится толпой и друзей. Она не мыслит высоко ни о чине, ни о роде, если не соединены с ними высшие добродетели. Она более благоприятствует убогому, нежели богатому, более приемлет участие в человеке невинном, нежели в сильном. Она сорадуется человеку правдивому, а не льстивому, непрестанно увещевает добрых ревновать дарований больших и подобится сыну божьей добродетелями. Природа скорбит и жалуется, как скоро ей чего-нибудь не достает или что-либо ее огорчает. Благодать переносит недостатки с терпением. Природа все склоняет к себе. Она спорит и припирается единственно в свою пользу. Но благодать все относит к Богу, как источнику всего, не приписывает себе никакого добра и не присвояет ничего с надменностью, не спорит и не предпочитает своего мнения другим, но покоряет все свои чувства и разумения вечной мудрости и Божию испытанию. Природа ищет знать тайны и слышать новости, любит быть в мире и многое испытать своими чувствами. Она любит быть всем известной и действовать для снискания похвалы и удивления. Благодать не заботится слышать новости или знать вещи любопытные, ибо все это есть от рождения ветхого поврежденного человека и нет ничего нового, непрочного на земле. Она научает укращать свои чувства, избегать тщетной самоугодливости и оказательства, скрывать со смирением все, что может привлечь похвалу и удивление, и во всех вещах и во всех знаниях искать одной общей пользы и славы Божией. Она не хочет, чтобы об ней и о делах ее провозглашали, но чтобы во всех дарах един Бог по единой своей благости их изливающий был благословляем. Сия благодать есть свет сверхъестественный, особенный некий дар Божий и, собственно, печать избранных и залог вечного спасения. Она превозводит человека от земных вещей к небесным и преобразует его из подсколов в духовного. Чем более природа стесняется и побеждается, тем с большим обилием благодать изливается ежедневно новыми ее посещениями внутренний человек преобразуется по подобию Божию. Глава 55 о повреждении природы и о действительности благодати Божией. Господи Божий мой, создавший меня по образу Твоему и подобию, показавший мне превосходство Твоей благодати и необходимость ее ко спасению, дарю мне благодать сию, да превозмогу злую мою природу, ко греху и погибели меня влекущую, ибо я чувствую в теле моем закон греховный, противовоюющий закон ума моего и влекущий меня пленного в рабство чувственности. Никогда не могу я победить страстей моей плоти, если пресвятая благодать Твоя, как огонь сердца мое излиянное, мне не поможет. Потребна благодать Твоя и благодать обильная, чтобы победить природу, всегда козлу, от самой юности преклонную. Она пала в первом человеке Адаме и повредилась грехом. Отсюда казнь всего повреждения распространилась на всех человеков. Сия природа, которую ты создал добрую и прямую, теперь уже ничто другое есть, как слабая и развращенная природа, кое собственное движение и наклонность. Когда она оставлена самой себе, обращается козлу и к вещам земным. Малое количество сил у нее остающихся, есть как бы некая искра под пеплом стоящаяся. И сей это останок составляет природный наш разум, покрытый густым мраком, но еще различающий добро от зла и истину от лжи, хотя же и бессилен он исполнять все то, что одобряет, и не обладает уже не истиной в полном ее свете, не целостью своих способностей. Отсюда происходит, что я соуслаждаюся закону твоему по внутреннему человеку. Был застоверен, что закон твой благ праведен и свят, и что должно убегать всякого зла и греха. Но плотью работаю закону греха, повинуясь более чувственности, нежели разуму. Потому это доброе, чего хочу, не делаю, а к злому прилепляюсь. Доброе, которое хочу делать, кого не нахожу в себе. Отсюда происходит, что я часто полагаю намерения благие, но в недостатке благодати, укрепляющей мою немощь, малейшие препятствия обращают меня вспять и приводят в бессилие. Отсюда происходит, что я знаю путь совершенства и довольно ясно понимаю, как должно по нем идти, но подавляем бременем моего повреждения, не возвышаясь к совершенству. О, сколь необходима мне благодать Твоя, Господи, чтобы начать добро, чтобы продолжать его и совершать. Без нее не могу я ничего, но ее укрепляем. Все могу в Тебе. О, благодать поистине небесная, без кое собственные заслуги ничтожны, без кое никакие дары природы не могут быть важны. Ни науки, ни богатства, ни красота, ни крепость сил, ни разум, ни витейство без благодати Твоей, Господи, не имеют никакого достоинства перед Тобою. Дары природы добрым и злым суть общая, но благодать или любовь есть дар, свойственный одним избранным, и запечатленной благодатью достойной вечной жизни. Благодать есть дар столь верховный, что ни дар пророчества, ни сила знамений, ни самое высшее умозрение без нее ничего не составляют. Самая вера и надежда и все другие добродетели без любви и благодати не могут быть тебе благоприятны. О, благодать, источник блаженства, ты, который нищего духом обогащаешь добродетелями, а богатого делаешь в смиренном сердце. Прийди, сойди ко мне, исполни душу мою во благовремени и твоим утешением, да не пойдет она под временем уныния и безутешности. Умоляю тебя, Господи, да найду я благодать перед тобой, ибо благодать твоя давлеет мне, и среди скурости всего, чего требует природа, достаточно. Если буду искушаем и мучим прискорбиями, не убоюсь зла, доколе благодать твоя будет со мною. Она составляет мою силу, мой совет, мою помощь. Она могущественнее всех моих врагов и разумнее всех мудрых. Она научает истине, указывает правила, освещает сердце, утешает скорбях, скорбях, прогоняет печаль, растачает страх, питает благоговение и производит слезы. Что я без нее, как только дерево сухое и бесплодная отметаемая клада? Да предшествует Туба, Господи, и да сопровождает меня всегда благодать Твоя, и да направляет меня непрестанно на дела благие Иисусом Христом Сыном Своим. Аминь. Глава 56. О том, что мы должны отрекаться самих себя и подражать Христу, нося крест Его. Сын мой, по мере того, как ты будешь оставлять себя, ты будешь приходить в меня, подобно тому, как отвержением всего внешнего утверждается внутреннее спокойствие, так внутренним отвержением самого себя производится соединение с Богом. Я хочу, чтобы научился ты передавать себя в волю мою безропот и прикословия. Иди за мною, я есмь путь истины и жизни. Нельзя идти, не зная пути, нельзя знать без истины, нельзя жить без жизни. Я есмь путь, по коему ты должен идти, истина, кое ты должен верить, жизнь, кое ты должен надеться. Я есмь путь безопасный, истина непреложная, жизнь нескончаемая. Я есмь путь самый прямой, истина верховная, жизнь истинная, блаженная, несозданная. Если ты пребудешь в пути моем, ты познаешь истину, истина освободит тебя, и ты достигнешь вечной жизни. Если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди. Если желаешь познать истину, веруй в меня. Если хочешь совершен быть, продай все. Если хочешь быть учеником моим, отвергни самого себя. Если хочешь наследовать жизнь блаженную, презирай жизнь настоящую. Если хочешь быть возвышенным на небесах, смири себя на земле. Если хочешь сваршовать со мною, носи крест со мною. Одни служители креста обретают путь блаженства и истинного света. Господи, так как путь Твой тесен и презираем миром, даруй мне подражать Тебе и стосить презирение мира. Ибо не ученик над учителем и не раб над господином, да упражняется раб Твоей жизни Твоей. Ибо в этом состоит мое спасение и истинное освящение. Все, что читаю я и внемлю, кроме этого, не услаждает и не дает совершенной отрады. Сын мой, так как ты знаешь все это, блажен будешь, если так будешь делать. Принимающий заповеди мои, соблюдающий их, Тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему, и посажу его со мною во царстве отца моего. Да будет так по слову и обещанию Твоему, Господи Иисусе, и засадил его из того достойным. Я восприял крест, восприял его от Твоей десницы, буду нести его и исти даже до смерти, как ты возложил его на меня. Поистине, жизнь доброго инока есть крест, но крест приводясь и в рай. Начало положено, нельзя обратиться вспять, не должно оставлять начатое. Мужайтесь, братья, пойдем вместе, Иисус с нами. Для него мы восприяли крест, для него пребудем на кресте. Он будет нашей подпорой, он наш предводитель и предшественник. Вот царь нашествует перед нами и сражается за нас. Последуем мужественно, да никто не убоится, будем готовы умереть великодушно всей войне, и да не помрачится слава наша постыдным бегством от креста. Глава 57 о том, что не должно чрезмерно унывать в падениях. Сын мой, терпение и смирение в несчастьях мне приятнее, нежели великое утешение и благоговение в счастье. Для чего печалишься ты о малости, которую на тебя сказали? Хотя бы это было что-либо и важнее, ты не должен смущать тебя. Но ныне дай этому пройти, это не первое и не последнее, если жизнь твоя продолжится. Ты довольный мужествен, когда не встречаешь ничего противного. Ты даже и другим даешь полезные советы и умеешь укреплять их беседою. Но когда несчастье внезапно явится перед дверями, ты не имеешь силы ни рассудка. Размыслись, сколь ты слаб в малейших огорчениях. Меже тем, однако же, самые эти огорчения и все, что с тобой не бывает, посылается тебе для твоего спасения. Изгони как можешь слабость эту из твоего сердца, если не можешь быть неприкосновенным, по крайней мере, не предавайся унынии и долговременной печали. По крайней мере, с терпением сноси, если не можешь сносить с радостью. Если не можешь слышать этого без огорчения и негодования, по крайней мере, скрипись и донизит из уст твоих слова ропоток соблазну слабых. Смущение твое скоро утолится и внутренняя твоя скорбь умягчится с возвращением благодати. Живу я, говорит Господь, я готов прийти к тебе на помощь и утешить тебя ныне более, нежели когда-либо, как скоро возложишь на меня свое упование и призовешь меня с усердием. Будь равнодушнее и готовься еще к большему терпению. Среди самых сильных напастей и частых искушений не все еще для тебя потеряно. Ты человек, а не Бог, ты плоть, а не ангел. Каким образом можешь ты удержать себя всегда в равном состоянии добродетели, когда и ангел в небесах, и первый человек в раю не имели этой твердости. Я воздвигаю скорбящих ко спасению, я возвожу даже до божества моего тех, которые знают свою немощь. Господи, да будет благословенно слово Твое, сладчайшее поочинено и соты устам моим. Что было бы со мною среди всех этих напастей огорчений, если бы ты не укреплял меня святыми твоими словесами? Что мне нужды, что и сколько должен я страдать, лишь бы достигнуть пристанище спасения? Даруй добрый конец, даруй счастливое из всего мира переселение. Помяни меня, Боже мой, и при мовести сделай и управи меня в Твое царствие. Аминь. Глава 58 о том, что не должно испытывать вещей превыспренних и сокровенных судов Божиих. Сын мой, берегись рассуждать с пытливостью о предметах возвышенных и о сокровенных судах Божиих, для чего сеть так оставляется, а другой только с такой благодати возводится, почему один столько бедствует, а другой столько превозносится. Эти вопросы превосходят все способности человеческие, и к испытанию их никакой ум нерассуждения недостаточен. Поэтому, когда врач внушает тебе таковые мысли, враг, или когда пытливые люди о всем вопрошают, а отвечаем этими пророческими словами, праведен ты, Господи, правы суды твои. Суды Господни правы и оправдятся. Трепещи моих судов, а не испытывай их, не постижимы они уму человеческому. Не попуская та же себе делать пытливые вопросы или припирать себя о достоинстве моих святых, как, например, кто из них более в святости или кто выше в царстве небесном. Вопросы таковые часто возрождают распри и состязания бесполезные, они питают гордость и тщеславие. Отсюда происходят зависть и раздоры, ибо каждый снабменем ищет своему святому предпочтение. Синствование и изыскание не только сами по себе бесплодны, но и противны святым. Бог не есть бог неустройство, но мира, и мир этот состоит в истинном смирении, а не в собственном возвышении. Есть люди, которые по ревности любви более имеют приверженности к одному святому, нежели к другому. Но сия приверженность есть человеческая, а не божественная. Все святые мною соделались таковыми, я даровал им благодать, я возвысил их к славе. Мне известны достоинства каждого из них, я предварил их благословением благостынным, я предузнал прежде век моих возлюбленных, я избрал их от мира, не они меня избрали, я призвал их моею благодать и привлек моим милосердием, я провел их через различные искушения, я излиял на них обильные утешения, я даровал им непоколебимость и увенчал их терпение. Неизвестно ни от первого до последнего, и всех их я объемлю любую неисчетную. Мне подобает похвала во всех святых моих, мне достоит быть благословенно выше всего и превозносимо в каждом из них, ибо я возвеличил их и предуставил к славе без всякой предшествующей собственной их заслуги. Посему кто пренебрегает одного наименьшего из моих святых, тот не уважает и самого высшего, ибо великого и малого я соделал. И кто унижает одного из моих святых, тот унижает меня самого и всех других в царстве небесном. Связуем и союзом любви они все составляют едино, все одно имея чувство, одну волю и любят себя взаимно в единстве. Но что еще возвышеннее, они любят меня более, нежели себя и свои достоинства. были восхищены превыше самих себя, превыше собственной любви, они живут единственно в любви моей и в ней соуслаждением почивают. Ничто не может их совратить не унизить, был исполнен и вечно истинно, они горят огнем любви неугасаемой. Да пристанут же люди плотские и душевные, не знающие другой радости кроме личной, да пристанут рассуждать о состоянии святых, они прилагают к нему или отъемлют по собственным их склонностям, а не по закону вечной истины. Это происходит большей частью от неразумия. Наипаче же в тех, которые были малопросвещены, редко умеют любить кого-либо совершенной духовной любовью. Бывшие привязаны к некоторым лицам пристрастием естественной дружбе человеческой, они и о небесных также себе воображают, как вели себя в земных. Но бесконечное есть развитие между помышлениями людей несовершенных и умозрениями людей высшим откровением просвещенных. Итак, не попуская себе, сын мой, быть пытливым в предметах, превышающих твое знание, и ставился лучше о том, чтобы быть, по крайней мере, самым меньшим во Царстве Божием. Когда бы кто-нибудь познал, кто святее и более в Царстве Небесном, то к чему бы послужило ему это познание, если бы не располагало оно его смиряться передо мной и прославлять имя мое с большей ревностью. Кто помышляет о тяжести своих грехов, о скудости своих добродетелей, кто измеряет, сколь великое расстояние, разделяет его от совершенства святых, тот благоприятнее Богу, нежели кто рассуждает о степенях их славы. Лучше призывать святых слезами и теплыми молитвами и смиренные мысли умолять их к сильному ходатайству, нежели силиться проникнуть в тайны их тщетным изысканием. Святые совершенно довольны своим состоянием, если бы только люди умели довольствоваться и укращать тщетное их разглагольствие. Святые не превозносятся своими достоинствами, ибо не присвояют они себе никакого добра, но все относят ко мне как к источнику, от которого все они получили. Они проникнуты столь великой любовью к Божеству и исполненной радости, столько произобильную, что нельзя ничего прибавить ни к славе их, ни к блаженству. Чем более возвышены они в славе, тем смиреннее самих себе, тем ближе ко мне и тем мне любезнее. Для сего это описано есть, что они положили венцы свои перед сидящим на престоле и пали низ пред агнцем и проклонились живущему во веки веков. Многие испытывают, кто больше из царствия Божьего, они знают достойно или сами они будут считаться даже и в числе меньших. Это уже весьма важно, чтобы быть и самым меньшим в небесах, где все велики, ибо все чадами Божьи нарекутся и будут. Мало из них будет тысячи, а грешник и столетний погибнет. Посему только когда ученики вопрошали, кто есть больше в царстве небесном, они получили следующий ответ. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное. Кто же смирится как дитя, тот есть больше в царстве небесном. Горе тем, которые считают недостойными себя добровольно смиряться с детьми, ибо низкие врата царствия Божия, и невозмогут они туда войти. Горе богатым имущим здесь их утешение, ибо они останутся при дверях и восплачут между тем, как нищие войдут в царствие Божие. Радуйтесь смиренные, торжествуйте нищие, ибо царствие Божие ваше есть, если только поистине ходите. Слова 59 о том, что должно возлагать надежду и все свое упование на единого Бога. Господи, какую уверенность могу я иметь в этой жизни, или какое могу обрести утешение во всей Поднебесной? Не ты ли, Господи Божий мой, коего милосердия бесконечно? Где был я счастлив без Тебя, и когда был несчастлив с Тобою? Лучше хочу быть нищим для Тебя, нежели богатым без Тебя. Лучше мне быть странником с Тобой на земле, нежели обладать небесами без Тебя. Где ты, там небо, где нет тебя, там смерть и преисподняя. Ты предмет всех моих желаний, и потому к тебе по необходимости высылай стон мой, вопль мой и молитвы. Ни на кого не могу я положиться за саверностью. Никто не может прийти ко мне на помощь столь благовременно, как ты един, мой Боже. Ты моя надежда, мое упование, ты утешитель мой во всем вернейший. Все ищут своего, но ты ничего не желаешь, кроме моего спасения и моего преуспеяния, и все обращаешь в мою пользу. Хотя подвергаешь меня различным бедам и искушениям, но все учреждаешь к моей пользе, обычно тебе испытывать тысячекратно твоих возлюбленных. Но и в всех испытаниях ты не менее достоин любви и хваления, как и тогда, когда исполняешь меня небесными утешениями. Итак, на тебя, Господи Боже, возлагаю все мое упование, к тебе все мое прибежище, перед тобой повергаю все мои смущения и скорби, ибо вне тебя я не обретаю ничего, кроме слабости и колебаний. Не пользует множество друзей, не могут сильные союзники помочь, мудрые советники наставить, ученые книги утешить, драгоценности освободить, места уединенные и прохладные обезопасить, если ты не предстанешь, не поможешь, не укрепишь, не утешишь, не наставишь, не соблюдешь. Все, что, по-видимому, обещает нам счастье и покой, есть ничто без тебя, и немало на самом деле не доставляет счастья. Итак, к тебе конец всех благ, высота жизни, глубина изречений, на тебя превыше всего надеяться есть сильнейшее утешение своих рабов. Возвожу очи мои к тебе, возвожу лупованию мою на тебя, о Боже мой, Отец Милосердия. Благослови и освети душу мою благословением небесным. Да будет она святым твоим жилищем и престолом твоей вечной славы, и да ничто же всем храме тобою удостоенным оскорбит очи твоего величия. Призрены меня по великой твоей благости и по множеству щедрот твоих. Услышь молитву бедного раба твоего изгнанного далеко от тебя страну сеней смертной. Приосени и сохрани душу малейшего из рабов твоих среди стольких опасностей жизни нетленной. И сопутствуй мне твоею благодатью. Приведи меня стезею мира к отечеству непрерывного сияния. Аминь. о подражании Христу книга четвертая о святейшем таинстве причастия. Благочестивое увещание ко святому приобщению. Глаз Христа Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас. Хлеб который я дам есть плоть моя за жизнь мира. Примите едите сие тело мое за вас ломимое сие творите в мое воспоминание. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает и я в нем. Слова которые говорю я суть дух и жизнь. Глава первая с каким благоговением надлежит принимать Христа глаз ученика. Эти суть слова твои Христе мой вечная истина твои слова хотя ни в одно время изреченные и ни в одном месте изображенные и поскольку они суть твои и истины то и приемлишь с верой и благодарением они суть твои ты их изрек но они суть и мои ибо они для моего спасения изречены с радостью приемли их из уст твоих да глубоко укореняться в моем сердце ободряют меня слова эти толика нежные исполненные сладости и любви но преступления мои меня устрашают совесть грехами оскверненная претит приступать к восприятию стольких таинств воздымает меня сладость словес твоих но тяжесть грехов моих преклоняет меня долу ты повелеваешь да с упованием к тебе приступлю если хочу иметь часть к тебе да да восприниму пищу бессмертия если желаю получить жизнь вечную славу придите говоришь придите ко мне все труждающиеся обременен и я успокою вас о как сладостно как дружественно слово это в ушах бедного беспомощного грешника какой вот ты бог и господь приглашаешь к общению святейшего тела твоего но кто я да дерзну приступить к тебе небеса небес тебя не вмещают а ты говоришь придите ко мне все что означает это столь нежное снисхождение это столь дружественное приглашение как дерзну прийти я который не знаю ничего в себе доброго ничего ободряющего к такому дерзновению как введу тебя в дом мой я который столько раз оскорблял кратчайшее лицо твое тебе благоговеют ангел и архангел тебя трепещут святые и праведные и ты говоришь придите ко мне все кто бы ему поверил если б не ты господи сам это изрек и кто приступить дерзнул если б не ты сам повелел мой муж праведный сто лет трудился в устроении ковчега дабы с немногими только спастись а я как могу в один час приготовиться к достойному принятию самого строителя мира моих я великий твой служитель и особенный друг устроил для скрижали закона кивот из древ негниющих и обложил его чистейшим золотом а я гиблющее творение как дерзну тебя творца закона и жизнедателя вместить столь легкомысленно которые развлечения. Между тем, как в спасителем божества твоего присутствия, и когда не ангелов, но Господа ангелов я к себе приемлю, должна бы была молчать всякая тварь, исчезнуть всякая мысль непристойная. Великое есть расстояние между кивотом завета и святыней его, и между причистым телом твоим и неизреченными его силами. Между законными он жертвоприношениями, которые прообразовали будущее, и между истинной тела твоего, жертвою, которая исполнила древних жертв прообразования. Почему же я не пылаю, я сильнее в священном твоем присутствии? Для чего они с большей ревностью готовлюсь к принятию твоей святыни, когда те древние святые патриархи и пророки, цари, князья и весь народ с таким жаром благоговения исполняли дела внешнего богопочитания? Воспоминая милости Господне к отцам, благочестивящий Давид от всего сердца, скакал перед ковчегом Божиим, устроил органы, сложил песни и учреждил пение их в веселье, часто и сам бритсал на архив вдохновенной благодати святого духа, учил израильский народ ежедневно, единогласно, единодушно высылать хвалы Богу, благословлять Его и исповедовать. Если тогда перед ковчегом завета столько было благоговения и усердия, то какое же умиление должно иметь ныне мне и всему роду христианскому в присутствии святейшего таинства и при восприятии префистого тела Христова? Многие путешествуют для посещения святых мощей и делятся их действием, обозревают пространные их храмы и лобызают священные эти остатки, золотом и весоном покровенные. Но вот здесь, на жертвеньке, предстоит сам Бог, святый святых, творец всего и Господь ангелов. Святые места посещаются часто из пытливости, часто ищут там одной новости и малый плод исправлений получают, особенно же, когда предметом по путешествия легкомысленно совершают их без сердечного сокрушения и предпринимают. Но здесь, в этом таинстве, вот предстоит всецелым своим присутствием сам Бога-человек, Иисус Христос, плод таинства, когда достойно и благоговейно Его приемлют, есть вечное спасение. Ни легкомыслие, ни пытливость, ни чувственное усложнение сюда нас влечет, но твердая вера, благоговейная надежда и искренняя любовь. О, невидимый создателю мира, Боже, как чудесно Ты поступаешь с нами! Какое снисхождение, какая любовь к избранным Твоим! Ты им предлагаешь восприять самого себя в священном этом таинстве. Сие весь ум превышает, сие наипаче привлекает в сердца людей благоговейных, это возжигает их ревность. Даже те из верных Твоих, которые всю жизнь свою посвящают на Твое угождение, и те еще часто чувствуют великое приращение в благодати и силе любви от этого священного таинства. О, дивная и сокровенная благодать пресчищения! Благодать, известная только верным и неизвестная неверующим и греху порабощенным. В этом таинстве даруется духовная благодать, восстанавливается потерянная сила души и возвращается красота, грехом искаженная. И таковое иногда бывает могущество этой благодати, что от избытка благоговения не только дух, но и немощное тело чувствует сил своих приумножения. Между тем сожалеть и крушить все должно о небрежении и хладности нашей, и видя, что не с большей ревностью стремимся мы к принятию Христа, в коем, однако, заключается вся надежда и достоинство спасаемых. Ибо Он один из освящения наше, искупления, Он утешение странников и вечное наслаждение святых. Сожалеть должно, что многие столь мало имеют внимания к этому спасительному таинству, от которого небеса веселятся, и который весь мир сохраняется. Увы, какая слепота, какое окаменение сердца! Дар столь неизглаголный, столь мало уважается, и даже от ежедневного его употребления и совсем падает в небрежение. Если бы это святейшее таинство совершалось в одном только месте, и от одного священника во всем мире, с какой, думаешь, ревностью к этому месту и к всему священнику все стекались бы все, чтобы слышать его совершение? Но ныне многими священниками во многих местах приносится Христос. Это для того, чтобы явить тем больше благодать и любовь Бога к человеку, чем изобильнее святое приобщение везде предлагается. «Благодарение Тебе, Иисусе, добрый пастырь вечный, что нас, бедных и изгнанников, удостаиваешь питать драгоценным Твоим телом и кровью, и к принятию этих таинств из собственных уст Твоих нас приглашаешь, говоря «Хредите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Глава вторая. «О благости и любви Божией в таинстве общения глаз ученика, благости и милосердием Твоим руководим, Господи, приступаю, болезненные к целителю, жаждущие и голодные к источнику жизни, нищий к Царю Небесному, раб к Господу, тварь к Творцу, безутешный к моему нежнейшему утешителю. Но откуда мне это? Да придешь ко мне! Как смеет грешник явиться перед Тобой, или как ты удостаешь приходить к грешнику? Ты знаешь, раба Твоя, у Тебе известно, что в нем нет ничего доброго, ничего достойного такой милости. Исповедую все мое ничтожество, признаю Твою благость, хвалю нежную попечительность и благодарю за чрезмерную любовь. Не для заслуг моих Ты меня так посещаешь, но для собственной Твоей славы, да познаю более Твою благость, да почувствую сильнее любовь, да возлюблю более смирение. И так как так Тебе благоугодно, и так Ты повелел, то с радостью и я приемлю Твое снисхождение. О, дабы недостоинство мое не положило этому преграды! О, сладчайший и любезнейший Иисусе! Какое благоговение, какую благодарность, какую хвалу должен я приносить Тебе, что даруешь мне воспринять святое Твое тело, которого силу и достоинство никто из человеков изъяснить не может. Но какие размышления должны наполнять душу мою в этом приобщении всем приближения к моему Господу, Которому благоговеять достойно не могу и воспринять желаю. Что по мысли лучшие и спасительные, как уничижать самого себя и величать бесконечную Твою благость? Хвалю Тебя, Господи Божий мой, и величаю вовек, уничижая себя и повергаясь перед Тобою во всей глубине моего унижения. Все Ты святы святых, а вот я отребия грешников. Вот Ты преклоняешься ко мне, который не достоин воззреть на Тебя. Вот Ты приходишь ко мне, хочешь быть со мной, и приглашаешь меня к Твоему сообществу. Пищу небесную хочешь мне дать, хочешь питать хлебом ангельским, хлебом, который ничто другое, как Ты сам, хлеб животворящий, пришедший с небес и дающий жизнь миру. Вот источник, из которого любовь проистекает. Какая благость и какими благодарениями и хвалами мы Тебе обязаны. О, спасительный совет, с которым установил Ты это таинство, какая сладостная и приятная вечеря, где Ты сам себя даровал в пищу. О, как чудны дела Твои, Господи, как могущественна сила Твоя, как неизреченна Твоя истина. Ты же сказал, и все стало. И так, как Сам Ты повелел. Чудное дело, достойное одной веры и превышающее человеческий ум. Ты, Господи, Божий мой, истинный Бог и человек, под малым вином хлеба и вина весь в целости содержишься и без потребления, а потребляющего с недаем бываешь. Ты, Господь всяческих, не имеющий ни в ком нужды, восхотел посредством этого таинства в нас обитать. Сохрани сердце и тело мое чистыми, да чистой и радостной совести и возмогу чаще к моему всегдашнему спасению совершать и воспринимать таинства Тобой освященные и в особенную честь Твою и непрестанные воспоминания установленные. Радуйся, душа моя, о, благодари Бога, что в этой юдоле слез благоволил Тебе оставить столь высокий дар и столь особенное утешение. Ибо каждый раз, когда Ты совершаешь это таинство и приемлешь тело Христово, Ты совершаешь дело Твоего искупления и участвуешь во всех заслугах Христовых, в любовь Ему никогда не умоляется, и великая сила Его умилостивления никогда не иссякает. Для этого Ты должна всегда с новым Духа очищением и с глубоким благоговением приступать к этому великому спасению Твоего таинства. Когда Ты приобщаешься или предстоишь только совершение литургии, Ты должна себе представлять, как бы Христос в тот самый день в первый раз сошел и вочеловечился в отчреве Святой Девы, или как бы в этот самый день, висящий на кресте, Он страдал и умирал за спасение людей. Глава 3. О пользе частого пресещения Приобщение Голос ученика «Вот прихожу к Тебе, Господи, но наслаждуйся Твоих даров и возвеселюсь я на святой Твоей вечере, который уготовил Ты благости Твоей нищему Божию. К Тебе все, что могу и чего должен я желать. Ты спасение мое искупление, надежда и крепость, украшение и слава. Возвесели же, Господи, ныне душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи Иисусе, возношу душу мою. Желаю Тебя ныне восприять с благоговением, хочу ввести в дом мой, да и за Кхеем получу Твое благословение и сопричтусь к чадам Авраамовым. Душа моя вожделеет тело Твоего, сердце мое с Тобою ищет соединиться. Дай мне себя и довольна, ибо без Тебя никакое утешение действительно. Без Тебя я быть не могу, без посещения Твоего мне жить нельзя. Для сего-то и должен я чаще приступать к Тебе и принимать Тебя как единственное средство моего спасения, дабы не ослабечь в пути без этой небесной пищи. Подобно как некогда уча народа и целя о разной их недуге, Ты сказал, премилосердный Иисус, не хочу отпустить их неевшими, чтобы как не ослабели на пути. Так и ныне сотвори со мною, ибо Ты оставил Твоим верным Тебя самого в этом таинстве, его утешение. Ты сладостное обновление души, и тот, кто достойно Тебя приобщается, делается сообщником и наследником вечной славы. Мне, который столь часто падает и грешит, столь скоро слабеет и млеет в небрежении, мне необходимо частыми молитвами покаяния и приятием святого тела Твоего обновлять, очищать и возжигать себя, дабы медленно и отлагая совсем не оставить предначатое освящение. Ибо чувства человеческие готовы на зло от юности, и если бы благость Божия не удерживала, то человек час от часу падал бы глубже. Святое приобщение восхищает нас от зла и утверждает во благе. Если и ныне еще, приобщаясь к святых тайн, часто я бываю небрежен и хладен, то что было бы без всего укрепления и обновления? Хотя и не способен и не достоин я каждый день причащаться, постараюсь по крайней мере в благоприличные дни воспринимать божественные тайны и участвовать в столькой благодати. Ибо одно из главнейших утешений верной души в смертном теле заключенной и в разлуке с тобою странствующей состоит в том, чтобы, часто воспоминая о своем Боге, благоговейно мыслью воспринимать в себя своего возлюбленного. О, чудные благости твои о нас смотрение, что ты, Господи Божий, творец и живой источник всех духов, благоволишь приходить к нищенствующей душе и всем твоим божеством и человечеством насыщать ее алжбу. О, блаженный ум и блаженная душа, которая удостоится восприять тебя, Господа и Бога, благоговейно и в восприятии твоем духовной радостью исполните. О, коль великого приемлет Господа, какого возлюбленного гостя, какого приятного собеседника, какого верного друга, какого благовидного, знаменитого, более всех любезных возлюбленного и более всех желанных вожделенного объемлет жениха. Да молчит перед лицом твоим сладчайший, мой и любезнейший, да молчит небо и земля и все их украшения, и во вся хвала и красота их от единой твоей щедроты, и никогда не дерзнут они сравниться с велелепием имени твоему, ежеразума не с числа. Глава четвертая. О благих действиях благоговейного приобщения. Голос ученика. Господи, Боже мой, предвори раба твоего благословениями благости твоей, да достойно и благоговейно приступлю к велелепному твоему таинству. Возбуди сердце мое к тебе и рассыпь тяжкое мое дремание. Посети меня спасением твоим, да вкушу в духе божественную сладость, которая всем таинстве, как в источнике, во всей полноте своей скрывается. Просвети очи мои к созерцанию этого таинства и утверди меня веровать этому несомненно. Таинство это есть твое действие, не человеческое. Твое святое установление не человеческое изобретение. Никто сам по себе не может его понятие уразуметь, ангельский ум оно превышает. Что же я недостойный грешник, я земля и прах, что могу я понятие исследовать о столь превосприниме и священной тайне. в простоте сердца моего в доброй и твердой вере по твоему велению с надеждой и благоговением к тебе приступаю, Господи, и в истине верую, что ты присущ здесь и в этом таинстве ты Бог и человек. Ты хочешь, чтобы я восприял тебя, соединился бы, соединил бы себя самого с тобою в любви. Молюсь же твоей благости, дай мне особенную к этому благодать твою, да весь я в тебе растаю, да любовью преисполнюся, и да никакое другое утешение не коснется моей мысли. Священнейшее и высочайшее это таинство есть здравие души и тела, врачество всякого духовного расслабления. В нем пороки мои исцеляются, страсти умеряются, искушения побеждаются, или уменьшаются, обильнейшая благодать изливается, начатки добродетели умножаются, вера утверждается, надежда усиливается, и любовь пламенеет и расширяется. О, Боже, Ты, который восприемлешь к себе душу мою, восстанавливаешь слабость человеческую и даруешь всякое утешение внутреннее. Сколь многие милости Ты явил и ныне в этом таинстве, часто являешь возлюбленным Твоим благоговейно приобщающимся. Ты укрепляешь их в разных прискорбиях, Ты из глубины их уничижения возводишь к надежде Твоего покровительства и новую благодатью внутренне обновляешь их и освещаешь. Перед причастием они чувствовали себя печальными и холодными, но вкусив хлеб и питье небесное они находят в себе счастливую перемену. Разделяя так милость Твоим избранным Ты хочешь чтобы они самым опытом дознали и удостоверились сколь слабо они в самих себе и что добро и благодать в Тебе единственно почерпают. Сами в себе они хладно жесточенно неблагоговейны от Тебя же исполняются жаром ревностью и благоговением ибо кто приходя к источнику сладости не почерпнет из него кто стоя у сильного огня не согревается Ты источник всегда преисполненный Ты огонь непрестанно горящий и никогда не угасающий Если невозможно мне почерпать из этого источника в полноте его и вкушать до сытости я приложу по крайней мере уста мои к отверстию его с небес на землю проведенному дабы восприяв по крайней мере малую каплю и утолить жажду меня томящую да совсем не иссохну Сливую перемену Разделяя так милость своим избранным Ты хочешь чтобы они самым опытом дознали и удостоверились сколь слабо они самих себе и что добро и благодать тебе единственно почерпают сами в себе они хладно жесточен неблагоговейны от тебя же исполняются жаром ревностью и благоговением ибо ибо кто приходя к источнику сладости не почерпнет из него кто стоя у сильного огня не согревается ты источник всегда преисполненный ты огонь непрестанно горящий и никогда не угасающий если невозможно мне почерпать из этого источника в полноте его и вкушать до сытости я приложу по крайней мере уста мои к отверстии его с небес на землю проведенному дабы восприяв по крайней мере малую каплю и утолить жажду меня томящую да совсем не иссохну хотя не могу быть весь небесным и столь огненным как Херувим и Серафим постараюсь однако утвердиться в благоговении и при уготове сердца мое дабы смиренным восприятием животворящих тайн восприять в себя хотя малую искру небесного пламени чего же мне при уготовлении всем не достанет но ты милостиво дополни благие Иисусе спасители святейший ты который благоволишь всех к себе призывать говоря придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас я труждаюсь в поте лица моего мучить болезни и сердечную обременен грехами томлюсь искушением обложенность теснен злыми страстями и нет помогающего нет избавляющего и спасающего кроме тебя господи божий божий спаситель моем тебе вверяю себя и все мое да сохранишь и введешь меня в вечную жизнь даровав мне в пище питье тела и кровь твою сопричти меня и слави твоего имени сотвори господи божий спаситель и мой да сущением твоего таинства возрастет и ревность моего Благоговение. Глава пятая. О превосходстве таинства причащения и о священстве. Глаз возлюбленного. Если бы ты имел ангельскую чистоту и святость святого Иоанна Крестителя, и тогда не был бы ты достоин принимать и совершать таинство причащения. Не по заслугам человека дано ему совершать это таинство и питаться хлебом ангельским. Великое тайное и высокое достоинство священников. Им дано то, что и ангелам не дозволено. Ибо одни священники церковью по чину постановленной имеют власть совершать службу и освящать тело Христова. В этом высоком действии священник есть только служитель Божий, употребляющий слово Божие по Божьему повелению и установлению. Главный же производитель и невидимый действователь есть сам Бог, коему все покорено и послушно. Посему в всем высоком таинстве ты должен более верить Богу всемогущему, нежели собственному твоему чувству или какому-либо видимому знаменованию. Страхом и благоговением должно приступать к этому делу. Внимли себе и вишь, какое служение вверено тебе возложением руки епископа. Все рукоположен ты во священнике и освящен к совершению божественной службы. Смотри же, да верно и благоговейно в свое время совершаешь жертвоприношение, и да и сам будешь беспорочен. Время твое с ним рукоположением не облегчилось. Напротив, ты сильнее обязан к строгой жизни и к большему предназначен совершенству. Священник должен быть украшен всеми добродетелями и служить другим образцом. Его обращение должно быть не на общем торжеще и распутьях мира, но с ангелами на небесах или с мужами совершеннейшими на земле. Священник в священном его облачении, приносящий Богу смиренную и усердную молитву за себя и весь народ, представляет Христа. На одежде его с передней и задней стороны изображен крест Господень в непрестанное воспоминание страсти Христовой. Передний крест научает его прилежно взирать на следы Христовы и по он им ревностно ему последовать. Крест позади его изображен и означает, что он должен все обиды от других сносить для Бога терпеливо. Передний крест научает его омывать слезами собственные свои грехи. Задний оплакивать по состраданию пороки других и знать, что он предназначен быть посредником между Богом и ими. Он должен непрестанно приносить за них молитвы и святые жертвы, доколе не удостоится испросить им благодати и милосердия. Священник, совершая божественную службу, чтит самого Бога, радует ангелов, назидает церковь, живущим на сей земле помогает, приставившимся доставляет упокоение, самого себя творит участникам всех благ. Глава шестая. Вопрошение о приуготовлении к приобщению. Глаз ученика. Когда размышляю, Господи, о Твоем величестве и моем ничтожестве, я трепещу и смущаюсь. Если не приступлю к Твоему таинству, то отлучаю себя от самой жизни. Если приступлю недостойно, навлеку гнев Твой. Что же соделаю я, Боже мой, помощник мой и совещатель в моих нуждах? Ты сам наставив меня на правый путь, покажи краткое некое упражнение святому приобщению в приличное. Ибо весьма нужно знать, как должен я с благоговением и страхом приуготовить сердце мое к спасительному восприятию Твоего таинства, или даже и к совершению столь великого и божественного жертвоприношения. Глава седьмая. Священник, приступая к совершению этого таинства, наиболее должен иметь величайшее смирение сердца, покорность, веру и благочестивую ревность к славе Божьей. Испытай прилежно совесть Твою, и сколь Тебя возможно очисти, и уясни ее искренним сокрушением духа и смиренным покаянием так, чтобы Ты ничего тяжкого не имел или не знал, чтобы Тебя угрызала или претила бы Тебе приобщаться. Размышляй с горестью о всех Твоих грехах вообще, и с особливым сокрушением о проступках Твоих ежедневных. Если время дозволяет, то исповедай Богу в тайне сердца Твоего, в подробности всю мерзость страстей Твоих. Стинай и болезнуй, что Ты так еще привязан к плоти и к миру, что столь мало умершлен в страстях Твоих, столь исполнен похотливых движений. Так неосторожен в чувствах внешних, так часто развлечен суетными мечтами, так преклонен ко внешнему, так мало внимателен ко внутреннему. Столь подвижен к смеху и расслаблению, столь ожесточен для слез и сокрушения, так скор и стремителен ко всему, что ласкает и угождает плоти, Так леностен к строгости и благоговению, так пытлив к новому и приятному, так не склонен к смиренному и униженному. Так любишь много иметь, мало давать и все удерживать, так легкомыслен в разговоре, так невоздержан в молчании. Столь неблагоустроен во нравах, столь неразборчив в деяниях, столь жарен к пище, столь глух к Слову Божию, Столь скор к покое, столь медлен к труду, столь бодрствен к басням, столь сонлив к священной службе, Столь нетерпеливо ждешь ее окончания, столь рассеян в ее слушании, Как небрежен в часах молитвы, так хладен в совершении божественной службы, так сух при общении, Так скоро развлечен мыслями, так редко совершенно к самому себе внимателен, Столь внезапно подвижен на гнев, столь скор огорчать, Столь готов судить, столь строк обличать других, столь весел в счастье, столь уныл в несчастье, Столь много доброго предполагаешь и столь мало исполняешь. Сии и другие недостатки твои с сокрушением и омерзением к твоей слабости, И исповедов и оплаков, положи твердое намерение непрестанного исправления и совершения твоей жизни. Потом с полной преданностью от всей души на жертвенники твоего сердца Принеси себя самого в славу имени моего во всесожжение, То есть предай мне с верой тело твое и душу. Да так удостоишься незазорно приступить к совершению жертвоприношения И к спасительному принятию таинства тела моего. Ибо нет приношения достойнейшего, Нет удовлетворения для ощущения грехов лучшего, Как вместе с приношением хит.